Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня мы с вами посмотрим замечательную игрулечку, которая меня что-то зацепила и очень много часов я уже в ней провел. Называется она Farm Manager и немножко попробуем развеять наши фермерские будни другими фермерскими буднями. Собственно, друзья, тут есть компания, то есть некий сюжет по восстановлению, скажем так, заброшенной фермы, в которой мы будем выполнять различные задания, там я не знаю, заведи 5 коров, произведи 500 молока, вырасти ту его кучу пшеницы, произведи там что-нибудь и так далее. Тут есть и заводики и все как надо, короче. Есть просто свободный режим, в котором можете делать все, что захотите, развиваться как хотите. И, друзья, если эта серия набирает до хрена лайков, я не буду называть какую-то конкретную цифру, просто если их будет больше, чем, скажем так, обычно, то мы, друзья, устроим некое прохождение кампании или свободного режима. Тут уже как сами решите, пишите в комментариях, что вы больше хотите пойти по сюжету или же, чтобы я сам себе строил сюжет. Да, и сценарии тут, кстати, тоже различные есть интересные, но это все такое не очень интересно, хотя, может быть, когда-нибудь посмотрим. Мы же сегодня зайдем в свободный режим и посмотрим вообще, какие механики реализованы в этой игре. Уровень сложности мы поставим легкий, а денег поставим много просто для того, чтобы посмотреть, что вообще можно делать в этой игре. Соответственно, друзья, вот так вот выглядит наше игровое, скажем так, поле. Его можно впоследствии расширять и покупать при лежащей территории, но пока что нельзя, там надо, в общем-то, немного развиться. Соответственно, в игре есть сезоны, то есть, начиная мы весной, есть календарь, вот 26 марта у нас сейчас на календаре, есть погода. И погода, кстати, тоже влияет. То есть, если идет дождь, то поля увлажняются, их не надо поливать. Зимой почва промерзает, невозможно работать на ней и так далее. При низкой температуре некоторые урожаи погибают, некоторые, скажем так, в зимнюю спячку уходят. Давайте для начала мы с вами построим наш дом хозяина, наш жилой дом. Вот так вот все это дело строится. Поставим мы третью скорость большую и, соответственно, сейчас приедет машинка, привезет сюда стройматериалы, этот домик построится и, скажем так, положит начало нашей ферме. Все здесь анимировано, мне, в общем-то, нравится. Игрушка, кстати, сейчас в стиме на акции, я ее, по-моему, за 6 баксов купил или что-то такое вместе с делсишкой. В общем, какие-то копейки она несуразные стоит. Я, в принципе, всем рекомендую. В общем-то, вот так вот выглядит наш домик фермера. Здесь, соответственно, можно прокачивать свой скилл, проходить, так сказать, курсы. Они все разной продолжительности, разной стоимости и, соответственно, разное предназначение у них. И плюс, пройдя некоторые курсы, можно будет пройти следующие, вот там, где доступны курсы после окончания. Мы же этим всем сегодня заниматься не будем, нам нужно посмотреть, что здесь можно вообще делать и что нельзя. Хотя здесь, походу, все можно. Соответственно, домик наш, кстати, тоже можно немножко улучшить. Здесь вроде как 3 уровня всего. Улучшаем дом и можем строить поля 75 на 75. И плюс еще у нас появится опция покупки земли. Торговли машинами раз в неделю. Я, честно говоря, не сталкивался с тем, чтобы их нельзя было продавать реже, чаще, чем раз в неделю. Но покупка земли нам пока что недоступна. В принципе, нам это не шибко-то сейчас и надо. В хронологии учетных записей мы можем посмотреть все финансовые операции, которые у нас были. Затраты, то есть зарплаты работникам. Строение, покупки и наши же доходы за что-либо. Можно брать кредиты, но для этого нужно пройти специальную подготовку. Вот здесь написано, что получить доступ к суде следует завершить семинар-практикум по проведению переговоров и семинар-практикум по банковскому делу. Плюс, насколько я знаю, что кредиты здесь выдаются один раз. То есть, как в реальной жизни, ссуду на какое-то дело можно получить один раз. Они, правда, тут вроде как разные есть. Но я этого еще не проверял и я как-то люблю без кредитов играть. Ну и здесь у нас есть отчеты по урожаю и так далее. В общем-то, всю статистику здесь можно будет смотреть, когда будет на что смотреть. У нас пока что, разумеется, смотреть не на что. Есть также осмотр складов. Здесь написано все, что у нас лежит на складах. Отсюда легко это все дело продать. Кстати, вот есть галочка «Короткий срок годности». Есть здесь всякие культуры, которые имеют короткий срок годности. То есть, например, молоко или ягоды, клубника. Их нужно, как правило, продавать сразу же или пускать в какую-то переработку. Ну и чтобы этим всем не заморачиваться, можно поставить автоматическую продажу. Или же автоматическую продажу можно поставить, начиная с какого-то количества. То есть, у нас есть, например, молочный завод, который производит сыр. И мы знаем, что он потребляет в себя, например, 500 литров молока. А производим мы его тысячу. То есть, мы ставим, чтобы все, чтобы свыше 500 у нас продавалось, а 500 оставалось на переработку. Ну, в общем-то, вы поняли систему, как это работает. Далее у нас идет список работников. Мы можем нанимать работников постоянных и сезонных. Для них здесь строятся домики. Для каждого разные. Постоянные работники у нас работают постоянно и получают постоянно ежемесячно свою зарплату. Мы чуть позже на это посмотрим. Сезонные же работники приезжают на сезон, например, на уборку урожая, когда нужно быстро все убрать. Они получают какие-то конкретные копейки за свои услуги. То есть, ну, грубо говоря, месячную зарплату. И нанимаются они, по-моему, то ли на 2, то ли на 3 месяца. Точно не помню. Далее у нас идет вкладка «Трудоустроить». Здесь вот мы выбираем сезонных или постоянных работников. Сперва у нас идут сезонные. Слева указана вот зарплата 771 доллар в месяц. Не доллар, тут, в общем-то, своя какая-то валюта. И далее указаны то, с чем они умеют управляться. Вот, например, Полина Денисова умеет управляться с садами и с животными. Соответственно, есть значок с растениями. То есть, чем выше это умение, тем выше урожай. То же самое касается садов. Есть значок вот Злата Ермакова, например, с техникой хорошо. То есть, она меньше изнашивает технику. Есть вот такой вот значок у Мадияра Суворова. Это влияет на производство. То есть, такого человека лучше куда-нибудь на производство. Он больше будет производить и быстрее. И есть вот такой еще значок. Это у нас выносливость у Людмилы Рожковой. Мы видим 2 из 5. Она, соответственно, просто выносливая. Может большее время проработать без отдыха. И внизу у нас идет большой список. Да, вот мы видим до 4.07. Они доустраиваются, то есть на 3 месяца. У них здесь просто зарплата и, скажем так, уровень, который влияет только на количество собираемого урожая. В списке техники, разумеется, показывается вся техника, которая у нас есть. Здесь ее не так много, как в фарминг-симуляторе, но есть все, что нам может понадобиться. Но, что самое замечательное, любую работу можно делать вручную, без каких бы то ни было проблем. Но на технике, сами понимаете, это все намного быстрее и меньше людей для этого задействовано. Ну и цели. Здесь есть дополнительные миссии, которые нам появляются время от времени. Так, просто за маленькие бонусы. Я, как правило, их отклоняю, потому что бонусы здесь, честно говоря, несерьезные. Ну и сценарий у нас идет в свободном режиме, недоступен, но есть сценарий в компании. Как я вам говорил, если хотите, мы пройдем компанию. В общем-то, пишите в комментариях, что конкретно вы хотите, чтобы мы проходили. Давайте, друзья, еще взглянем на список техники, которые нам доступны для приобретения. Есть у нас грабли, то бишь волковая жадка для травы. Жадка для зерновых, есть разных размеров. Жадка для кукурузы. Рыжий сборник, это для жидких удобрений, для того, чтобы удобрять поле. Измельчитель, это у нас жадка для силосного комбайна. Картофель и копатель, в общем-то, здесь есть все, что вообще может понадобиться. По несколько видов, то есть два плуга, два культиватора разных. В общем-то, есть, в принципе, все. Все, что есть в фарминг-симуляторе, правда, не так много вариантов. То есть, вот трактора, например, два, плюс там еще садовый трактор был вроде. Да, вот маленький для того, чтобы работать в садах. Каждая техника здесь изнашивается. Ее, разумеется, нужно чинить. Изнашивается она, кстати, довольно быстро. И в итоге вообще может сломаться. И плюс у каждой техники есть свой размер. Вот M это medium. Плюс для справки здесь, вот к чему оно крепится. Есть совместимые машины и предназначение. Это конкретно с какими культурами оно может работать. Культура здесь дохренища просто. Но мы пока что покупать ничего не будем. Попозже чуть-чуть к этому и вернемся. Давайте пока что заглянем в строение, что у нас здесь есть. Во-первых, домики для сезонных рабочих, для постоянных рабочих. Давайте построим по одному домику и того, и того типа. И для сезонных рабочих мы поставим его вот сюда. Соответственно, ускоряем время, чтобы оно побыстрее построилось. И давайте построим несколько полей сразу же. В принципе, пока что нам доступны поля 50 на 50 максимальных размеров. Можно будет прокачать свой дом и сделать их больше. Любого размера, какого хотите, можете строить поле. Давайте мы пока что по минимуму, чтобы просто посмотреть на механики, построим несколько, прям уж совсем, вот таких вот маленьких полей. Допустим, пускай их будет у нас 5 штучек. И одно большое, чтобы поработать с техникой. Соответственно, можно нажать на поле и у нас тут появляется вся информация о нем. Насколько оно вспахано, прокультивировано, влажность, плодородие и качество почвы. Это, скажем так, общий показатель, когда все вот это вот дело на максимуме. То и качество почвы на максимуме. И, соответственно, действие, доступное с этим полем. Но для того, чтобы что-то сделать, нам надо сначала нанять людей. Давайте трудоустроим постоянных работников. Давайте возьмем вот этого Тимофея Белова как тракториста, чтобы он на технике поработал. И еще какого у него тракториста нам нужно найти. Вот Акулина Фомина пойдет у нас работать. И остальных надо брать пока что те, которые на полях смогут хорошо работать. Или чтобы они выносливые были, в общем-то, без разницы. Любой человек может работать на поле, на самом деле, в принципе. Так что давайте просто забьем 8 человек. И сезонных мы также просто забьем всех, чтобы они у нас просто были. Сейчас не время их выбирать. Все, 24 штуки у нас помещаются в этот домик. Они уже прибыли. И давайте начинать работу. Соответственно, в первую очередь надо спахать эти поля. Здесь мы можем пополнить вручную тех, кто будет пахать. Можно выбрать на машинах, но у нас... А, эти поля слишком маленькие. Да, вы не зря поставили большое поле. Соответственно, пускай они идут работать. Поставим также пахать и остальные поля по-быстрому. Соответственно, вот они выходят с лопатками и начинают вручную все это копать. По-моему, очень прикольно, очень здорово сделано. Разумеется, они могут устать за это время. Когда они устают, они идут обратно отдыхать в свой домик. Набираются силы и потом продолжают работу, пока она не будет выполнена. Ну и давайте мы вот с этим полем тоже разберемся. Для этого нужна техника, но для того, чтобы у нас была техника, нам нужна сначала стоянка для техники. Есть их здесь 4 вида. Соответственно, малый гараж для маленьких приспособлений. Средний гараж, куда 3 средних каких-то транспортных средства выходят. Или 3 средних приспособления. И, соответственно, большой. И есть еще супер большая. Соответственно, у всей техники, как я уже показывал, есть свои размеры. И для каждой из них нужен гараж. То есть, большой трактор не залезет в малый гараж, но какая-то маленькая приблуда залезет в большой гараж. Давайте поставим просто 3 вот этих штуки, просто чтобы они вот у нас были. Куда-нибудь вот сюда мы впихнем. Давайте разные поставим. Например, вот средний для среднего. И, соответственно, большую парковку, которая самая дорогая. И это самая простая постройка. Я не знаю, почему она так работает. Соответственно, дальше промотаем немножко время. Посмотрим, как они быстренько тут трудятся. Видите, у них силы заканчиваются. Скорее всего, они сейчас пойдут отдыхать. Да, не доделали работу. Идут отдыхать, набираться сил. Ну и нажав на поле, мы видим, в каком состоянии сейчас находится пахота. А тем временем у нас строятся гаражи. Это быстро, в принципе, происходит. Кстати, вот большие строения, которые реально большие, они потом строятся намного дольше по времени. Соответственно, 3 у нас гаража появилось. Можно взять какую-нибудь технику туда. Соответственно, нам обязательно нужен трактор. Давайте купим вот этот трактор Этос. Мы можем выбрать, куда мы именно его поставим, в какой гараж. Поставим его в средний гараж, потому что он маленький. Соответственно, нам нужен культиватор. Кстати, вся техника здесь разбита на группы для удобства. Поэтому давайте выберем культиватор. Возьмем вот этот большой за 4000. Тоже его в средний гараж запихнем. Возьмем также плуг побольше. Тоже купить. Для сбора нам обязательно понадобится комбайн. Возьмем вот этот маленький, без разницы он пускай работает. Просто посмотрим, как оно все. Его мы поставим в гаражный навес. Он у нас большой. У него размер L. Соответственно, сжатку для зерновых мы берем. Тоже в этот самый гаражный навес. Также нам нужен прицеп для трактора, чтобы это все дело работало. Покупаем его. Ну и также нам необходима сейлка для зерновых. Тут есть разные сейлки, все для разных культур. Соответственно, покупаем сейлку ее на большой гараж, ставим, потому что места нигде не осталось. И давайте еще купим какую-нибудь удобрялку. Вот у нас опрыскиватели. Точнее нет. Давайте, кстати, прицеп с водой возьмем. И, соответственно, вот машина для внесения удобрений. Есть тут жижесборник для жидкого навоза, навозовый разбрасыватель для обычного навоза. Но у нас его сейчас нету. Нет у нас животных. Коровки у нас производят навоз. Возьмем обычный разбрасыватель удобрений, которым мы привыкли пользоваться в фарминг симуляторе. И купим его, также поставим на парковку, запускаем игру. И, соответственно, технику нам всю привозят. И это выглядит довольно-таки неплохо, интересно. То есть, в принципе, трактор сам добирается, паркуется. А вся остальная техника ее вот привозит. Вот трактор нам, например, плуг везет, трактор сейлку везет, другой и так далее. В общем-то, интересно сделано. Мне нравится вот это все дело. Также, друзья, нам нужно построить склад. Из складов здесь есть винный погреб, соответственно, для вина бутылка, проходящая выдержку. Есть маленький склад, который в себя вмещает семена рассада, овощи, фрукты, молочные продукты. В общем-то, ну, обычный склад. Есть у нас сарай, в котором семена рассада, сено, солома и силос может храниться. Он чуть побольше размером, но меньше чего вмещает. И есть склад с холодильной установкой. Тут, соответственно, всякие замороженные продукты можно хранить. Ну и все, что на обычном складе, тоже здесь можно хранить. Ну и, соответственно, три элеватора и накопитель для навоза. Мы поставим с вами элеватор. Можно, в принципе, большой сюда впихнуть. Деньги есть, их не жалко. Соответственно, построим маленький склад. Ну, нам пока, в принципе, его хватит. Соответственно, пускай они строятся. А мы же пока пустим трактор пахать вот это все дело. Вставим на машинах. Пополнять автоматически нам выбирает самый лучший водитель. И выбирает сразу техника, которая это все будет делать. В принципе, хорошо. Можно вручную это все выбирать, если хотите. Нажимаем работой. И он выезжает работать. Выходит, соответственно, из домика. Идет к гаражу. Берет там трактор. Цепляет плуг. И начинает пахать все это дерьмо. Соответственно, при размещении, скажем так, для интереса, для экономии времени, имеет смысл размещать водителей, например, в домике поближе к стоянке тракторов и так далее. В общем-то, все это здесь работает. Время экономится. Вот так вот быстро он все это дело вспахал. А мы же давайте тогда прокультивируем все поля, которые у нас есть. Отправляем работников. А на последнее поле мы отправляем чувака с культиватором. Пускай они культивируют поля полностью. Ну что, трактор у нас закончил. Работники нет. Они работают медленнее, чем техника. Это, в принципе, логично. И далее поле нужно удобрить. Соответственно, нажимаем кнопку удобрения и выбираем, чем это все дело удобрять. Но у нас ничего нету и очень удобно, в принципе, здесь сделано. Мы выбираем то, что нам надо и видим, что не хватает. Можно купить сразу столько, сколько нам надо. Можно же, в принципе, просто зайти на рынок и купить удобрения. Здесь все это разделено по группам. И что самое замечательное, есть поиск. Поэтому можем просто вписать удобрения и купить столько, сколько нам надо. Ну, допустим, например, нам надо 300 килограмм этих удобрений. Мы его покупаем. Сразу же оно не появляется, ждем, пока его нам привезут на склад. Сюда приедет машинка и привезет нам наше удобрение. Вон она едет, выгружается, привозит. И у нас стало плюс 300 удобрений. Сверху, кстати, мы можем отслеживать, что у нас появляется. И можем также выбирать то, за чем мы будем следить. Например, мы будем сеять, допустим, рожь. Выбираем сюда рожь и можем следить, сколько ее у нас есть на складе. Разумеется, сейчас 0, но потом цифра изменится. После того, как нам привезли удобрения, можем поставить удобрялку, удобрять поле. Выбрать искусственное удобрение на машинах, пополнить автоматически и все, пускай они удобряют. Соответственно, на эти же поля мы, после того, как они закультивировались, можем сделать то же самое. Только все это делается вручную. Каждого мы вот так вот тыкаем. И запускаем, соответственно, игру. В принципе, можно было это сделать раньше. Они, соответственно, все идут кто за техникой, кто-то просто за удобрениями. И едут распылять это поле. В принципе, эта процедура проходит чуть-чуть быстрее, чем вспашка поля, например. Все, у нас все удобрено, все красиво. Но не все здесь. Они, кстати, за раз могут не успеть это сделать. После того, как они удобрили поле, в принципе, можно его полить. На каждое поле или теплицу можно поставить растительную систему. Например, на маленькое поле оно стоит тысячу. В таком случае, если мы ее ставим, поле будет само увлажняться, когда ему надо. Можно будет не париться. Я, как правило, на все поля ее ставлю. Но, в принципе, поле можно поливать и вручную. Но есть одно но. Нам недоступна сейчас поливка, потому что в радиусе поля нету колодца или какой-то водонапорной вышки. Поэтому ее нужно поставить. Она находится у нас в разном, по-моему, да. Здесь есть колодец, есть насос. Соответственно, у насоса больше радиус действия. Вот мы его видим, сколько он. У колодца он чуть-чуть поменьше. Можно, в принципе, его сюда впихнуть и будет все работать. Соответственно, после того, как мы поставили сюда колодец, нам все равно недоступна поливка почему-то. Видимо, надо сначала засеять поле. Я просто не заморачиваюсь. Обычно с поливкой ставлю растительную систему. Ну, давайте тогда его засеем. И вот такой вот у нас выбор культур, чем можно его засеять. В принципе, хмель это для производства пива, различного пива. Есть куча винограда для производства вина. Это в DLC вышло. В стандартной культуре до этого было различные деревья, яблоко, вишня, груша и так далее. Всякая рассада овощей, типа там капуста, огурцы, перчик, помидорки и так далее. И куча зерновых культур, люпин, гречиха, рапс, кукуруза, траву можно просто посеять, тыква, подсолнечник, пшеница и так далее. Так что давайте мы на одном поле, так что просто посмотреть все это дело. Сюда мы засеем, например, грушевые, давайте яблочки в принципе посеем. Вот у нас два яблочка влезет на поле, две яблоньки. Покупаем две яблоньки. На второе поле мы засеем, давайте допустим, картошку. 57 килограмм, ну сивка, да, она называется, как она? Пророченный картофель, в общем-то, который у нас хоронится, чтобы выросла потом большая картошечка и много. Также мы давайте засеем, допустим, клубничку. 79 ростков мы покупаем. Давайте, например, пшеничку на маленьком поле посеем. 2 килограмма зерна мы покупаем. Точнее не зерна, а семян. Ну и давайте, раз уж у нас есть вот какой-то виноград, давайте вот шардоне, например, тоже 59 посеем. Ну на большое поле давайте посеем, например, рожь, выбираем все это дело. Семена ржи, тоже 16 килограмм, на это поле мы покупаем. Правда, у меня игра стояла на паузе, она нихрена не купилась, так что давайте сейчас нам это все дело привезут. Привозят это все сейчас на разных машинках, потому что у нас не прокачена вот эта вот логистика, там какая-то ветка есть. Потом это все будет гораздо быстрее происходить. И сверху мы видим, что нам привозят, показывается. Есть, правда, небольшой косяк. Нам нужно сейчас заново ставить посев всего. Но с другой стороны, когда мы выбираем зерна, которые у нас есть, здесь они становятся первыми в списке. Поэтому сейчас мы давайте по-быстрому вручную сеем рассаду клубнички. Соответственно, пускай виноградик у нас растет. И последнее поле, разумеется, мы ставим работать на машинах. Опять у нас Тимофей Белов пойдет все это делать. И опять я долго протянул с паузой. Давайте все это сделаем. Посмотрите, вот тут мы посадили виноград и, соответственно, у нас виноградник такой появился. Потом он вырастет и все будет огонь. Клубничку, соответственно, вот такими вот рядками из рассады сеет. Посмотрите, здесь картошку у нас закопали, но какие-то нитки натянули для этого. Ну, знаете, как это происходит, да? Здесь у нас, соответственно, появилось два деревца с яблочками. Ну, а здесь посеяли мы пшеничку. На этом же поле у нас растет рожь и на данном этапе оно выглядит вот так. Соответственно, при наведении на поле мы видим, через сколько дней это все дело созреет. Вот яблочки, кстати, созреют. А, виноград, через 154 дня в этом сезоне мы еще успеем их собрать. А вот яблоньки 283 дня, то есть в этом сезоне они еще не вырастут. Сейчас пошел дождик и мы видим, что вот эти поля повышаются у нас влажность. Кстати, здесь хорошо сделано, интересно. Вот сухой грунт, он выглядит как сухой грунт, а вот политый выглядит как политый. С ним все вроде как хорошо. Ну, давайте мы вручную сейчас польем эти поля, просто чтобы посмотреть, как это делается. Соответственно, ставим все это дело поливать. Они, соответственно, все идут к колодцу, набирают там воду и поливают лейками все эти поля. Ну, на машинах это происходит, в принципе, точно так же, только с прицепом. А, и он вроде не берет его из колодца, прицеп работает просто так у нас. Конечно, быстро с этой поливалкой работает, но я предпочитаю не заморачиваться на этом вопросе и ставить везде растительную систему. Давайте только мы на одном поле ее ставить сейчас не будем, просто чтобы... Давайте везде поставим, ладно, чтобы не париться с этим дальнейшим. И, в принципе, на данный момент с полями у нас все. Мы ждем, когда поспеет урожай. Но пока мы ждем, давайте мы построим какую-нибудь хреновину для животных. И, например, пускай это будет коровник. Коровник много места занимает, это, в принципе, логично. Куда бы его... Давайте вот сюда мы его впихнем. Разумеется, кстати, дорожки же здесь тоже можно строить. Вы не думайте, что я тут все так строю. Можно вот гравий строить или обычную грунтовку. Соответственно, давайте построим коровник и посмотрим, что у нас можно делать с нашими коровками. Здесь коровник здания довольно-таки большое, поэтому строилось оно чуть дольше. Соответственно, что у нас есть в меню? Во-первых, нам нужен работник, который будет постоянно здесь работать. Вот у нас самый лучший с животными работает Алексей Котов. Если мы выберем пополнить автоматически, он, соответственно, и выберется. Плюс есть у нас функция автоматически вызвать ассиминатора, или как он там называется. Почему-то не переведена эта фраза. Давайте мы купим три коровки. Сюда вмещается шесть. Есть у нас также еще средний коровник и большой, но они сейчас недоступны. Надо прокачиваться. Соответственно, коровок нам тоже привозят здесь на машинке. Вот она приехала, привезла нам коровок, и вот такие вот они здесь ходят и мычат. Также мы можем выбрать, чем именно кормить наших коровок. Посмотреть, сколько всего они жрут. Мы можем, в принципе, давать им есть что-нибудь одно. То есть, например, закупить просто много силоса или произвести много силоса. Можем сами выбрать, в какой пропорции что они будут есть. Но мы выберем подбирать автоматически, чтобы они ели то, что у нас есть на складе. Но так как у нас нихрена нету, давайте мы, в принципе, купим им силос. Просто вводим сюда силос и, соответственно, нет соответствующего склада. А, для силоса нужно же сарай строить обязательно. Но я не хочу строить сарай, поэтому давайте посмотрим, что они жрут и купим что-нибудь другое. Например, они жрут рапс. Поэтому давайте им купим просто рапс. Вводим сюда рапс. Нам нужно не семена, а уже готовый рапс. Нам есть его где хранить. У нас есть элеваторная башня. Затарим, например, 10 тысяч этого рапса. Нажимаем купить и, соответственно, скоро нам его привезут. Также коровки для нас производят молоко и навоз. Давайте мы вот сюда вот выберем, чтобы мы могли наблюдать за коровьим молоком. Сколько у нас его будет. Это, кстати, выгодное дело. Но, во-первых, круглый год производится. Коровки это тема. Так что запускаем мы игру и давайте построим хреновину для хранилища навоза. Вот такая вот у нас яма строится для этого. Вот мы видим, привезли нам еду, чтобы наши коровки могли что-либо покушать. И, в общем-то, оставляем их в покое. Также, друзья, у нас здесь есть различные вредители. Такие как грибки, насекомые или же сорняки. Они как-то рандомно здесь появляются на полях, начинают атаковать поля. Если у нас возникает такая проблема, то есть специальная хреновина у нас такая, как опрыскивание. Соответственно, опрыскиваем мы средством против грибка, против насекомых или против сорняков. Можно это делать как вручную, так и в автоматическом режиме. Но пока нас они не беспокоят, мы не будем это ничего трогать. Можно, в принципе, в качестве профилактики всегда опрыскивать всеми этими видами. Тогда оно не будет нас беспокоить. И вот, кстати, мы видим, что коровки произвели первое молочко и навоз. Вот плюс 20. И здесь мы наблюдаем, что у нас 105 коровьего молока. Хранится оно у нас вот на этом складе. Если мы сюда кликаем, мы можем посмотреть, что у нас вообще на складе есть. Вот эти саженцы, кстати, можно продать. Они нам нахрен не нужны. Семена пшеницы нам не нужны. Мы продаем. Хотя оно все стоит копейки. У каждого продукта есть свой срок годности. То есть удобрения у нас до 2020 года, например, хранится будут. Молочко у нас будет храниться один месяц. Поэтому его нужно, в принципе, продавать сразу. Но для того, чтобы не париться насчет всего этого дерьма, можно поставить автоторговлю. Я про это, в принципе, уже говорил, наверное. И вот смотрите, друзья, у нас появились сорняки на поле. Здесь вылазит уведомлялка. Мы, соответственно, можем это все дело опрыскать против сорняков. Нам нужно купить один литр этого средства против сорняков. Сейчас его привезут. Нам придется еще раз запустить все это дело. Где наша машинка? Вон она приехала на склад. Это все дело привезла. Давайте запускаем мы еще раз против сорняков. Вручную. И литр этих самых гербицидов, так сказать. Мы сейчас на это потратим. Вышли чувачки такие из домиков. Пошли, взяли это средство. И сейчас они по-быстрому это опрыскают. И не будут нас тревожить больше сорнячки на этом поле. И вот у нас, кстати, скопилось уже до хрена молочка. Давайте мы молочко сейчас тоже продадим. Потому что оно скоро испортится. Вот ценник как раз на него более-менее поднос. 2000 мы за него получаем. И у нас на большом поле сорняки появились. Но увы у нас нет машины. По-моему я не покупал, да? Для опрыскивания. Да, я не покупал. Поэтому, во-первых, против сорняков мы сначала затарим эту хреновину. 13 литров нам нужно. Ну и вручную тогда будем опрыскивать это поле. Сейчас нам только с наш гербициды приедут. Вон они. Приехали. 14 литров нам понадобилось купить. Выбираем здесь гербициды. И вручную пополнить автоматически. И сразу вот такой вот список. Чем больше поля, тем больше людей. И, соответственно, будет на нем работать. Пускай идут, отрабатывают свои деньги. Кстати, забавно наблюдать, когда гигантское поле сразу 50 человек выходит это все. Там пахать, например. Это довольно-таки прикольно. Соответственно, пускай они все это дело удобряют. Точнее, не удобряют, а опрыскивают. Вот сверху у нас, кстати, показывается количество работников всего. И количество свободных работников. Разумеется, в количество свободных не будет входить наш опекун коровок. То есть, он входит в эти 32 человека, но он постоянно занят. Поэтому 32 свободных человека мы с вами никогда в жизни не увидим здесь уже. Ну, по крайней мере, пока не уволим его отсюда. Точнее, не снимем его с должности опекуна коровок. И, друзья, у нас уже подходит время собирать клубничку. Два дня осталось ей расти. Но клубника, это, кстати, мы видим многолетнее растение. То есть, мы ее один раз посадили и будем ее постоянно собирать. Ну, кроме зимы. Зимой, разумеется, она расти не будет. С виноградами, в принципе, все то же самое. А вот картошку нужно будет сажать каждый раз. Или там зерновые, их тоже нужно сажать постоянно. Яблочки, разумеется, пересаживать не надо будет. Травку не надо будет пересаживать. Вот у нас, после того, как поле созрело, появляется вот такой вот значок. Мы, соответственно, нажимаем сбор вручную, пополняем автоматически. И сейчас два чубрика у нас придут и будут собирать по-быстрому нашу клубничку. Которую мы сразу же продадим. Поскольку срок годности у клубники, сами знаете, не шибко большой. Она не может долго храниться. Вот она к нам пришла. После сбора урожая у нас появляется уведомлялка. 140 клубнички нам пришло. И мы можем, соответственно, ее сразу же продать. И получим за это 960 местных денег. Это, кстати, не очень много. Хотя на начальном этапе это все дело очень и очень помогает. Еще, кстати, на начальном этапе очень сильно помогают теплички. Выглядят они вот так вот строятся. Здесь стоит 5000. Это, по сути дела, обычное вот такое вот поле. Такого размера. За исключением того, что оно работает и зимой, и летом. Не все культуры можно там высаживать. Но оно работает постоянно. И это очень здорово. Здорово. То есть можно посадить сюда, например, красный перчик, который растет постоянно. Давайте мы, в принципе, это и сделаем. Закажем сначала рассаду красного перца сюда. 68 штук. И отправим в пахать это поле. Не поле, это теплица. Соответственно, пускай. Можно, кстати, сюда и без пахоты, и без культивации что угодно засеять. Без проблем, без удобрений. Но, сами понимаете, урожай будет из-за этого меньше, поскольку состояние почвы, скажем так, будет не на самом высоком уровне, и ее плодородие очень сильно снизится. Еще, друзья, одним из таких интересных способов дохода, по крайней мере, на начальных этапах так точно, является пчеловодство. Можно поставить вот такую вот пасеку, точнее дом пасечника. Давайте его впендюрим, например, вот сюда. И у нас там на каком-то поле появился грибок. Давайте посмотрим, что за поле. Во-первых, это у нас поле с пшеничкой. Разумеется, заказываем себе средство против грибка. Покупаем его, и его привезут. Начнем опрыскивать. А мы возвращаемся к нашей, скажем так, дому пасечников. Разумеется, выбираем сюда какого-нибудь чувака. Тимофея Белов. Нет, тут будешь не ты. Надо его сбросить, потому что он у нас работает с техникой хорошо. Нам надо какой-нибудь более-менее бесполезный человек. Хотя они все в какой-то степени полезные. Ну, давайте вот этот. Там есть именно пасечник. Вообще неплохо было бы его нанять. Но пускай Инесса Белова будет. Соответственно, возьмем несколько улей. Поставим их 10 штук. Можно сюда впендюрить. Очень неудобно сделано, что мы не можем их сделать сразу-все-сразу. Сразу-все-сразу, да. Надо постоянно вот сюда заходить и их покупать. Ну, в общем-то, ладно. Пускай их будет 5. Соответственно, они будут собирать нам мед. Здесь есть 3 вида меда. Многоцветочковый мед. Вот рапсовый и гречишный, по-моему. Да, вот он есть. Многоцветочковый. Многоцветковый. Ё-моё, что я сказал. Вообще надо на рынке это искать. Да, вот есть гречишный. Можем вот так вот выбрать и посмотреть сразу цены в ближайшее время. Самый дорогой получается гречишный. Но для того, чтобы его пчелы собирали, рядом должно быть поле с гречихой. То есть, имеет смысл поставить маленькое поле сюда и не убирать его. Просто, чтобы оно росло, чтобы они опыляли эти цветочки. Соответственно, у нас будет разный мед. В принципе, в карьере мы этим займемся. Независимо от того, какая карьера это будет. И если она будет, конечно. Давайте выбираем опылить против грибка всю вот эту хреновину. Посмотрим. 90 дней у нас осталось. 55 дней до картофеля. Яблоки только в следующем году. Здесь мы сейчас идёт опрыскивание, не можем посмотреть. Но примерно 40 дней. Иногда появляются вот такие задания. Курьер не смог доставить посылку работника. Точнее, не смог найти работника, доставить посылку Инна Петухова. Нам следует её найти. Вот она, в принципе, подсвечена в этом домике. Но если домиков много и её тяжело найти, или она где-то работает на полях, это можно сделать через список работников просто по именам. Но мы её можем найти вот здесь. Вот она, Инна Петухова. И есть кнопочка «Доставить посылку». Копейка, в принципе, прилетает. Сколько там? 100 валюты этой приходит. Вот такое вот сложное задание. Что вообще денег не дали за это? Вот ублюдки. Иногда животные убегают из загонов. Их надо искать по карте. В принципе, коров найти не так сложно. А вот иногда куры убегают. И вот эта жопа. Ну, тогда мы её теряем. Хрен с ней. Давайте сверху поставим многоцветковый вот этот мёд. И будем следить, сколько у нас его появляется. И с какой скоростью это всё работает. В принципе, обычно 10 улей. И вообще надо ставить где-то с пятюню этих самых пасек. Домов пасечников. И в каждом по 10 улей. Ну, чтобы 50 улей, в общем, было. Тогда это будет хороший доход. Единственное, конечно, он только летом. Зимой это всё не работает. И то при температуре, когда поднимается выше 10 градусов, тогда это всё только начинает работать. И у нас, кстати, поспела ещё раз клубничка в этом сезоне. Её обычно раза 3-4 можно собирать за всё это время. Я, кстати, совсем забыл про нашу тепличку. Давайте-ка мы здесь прокультивируем всё это дело. Перчик, кстати, в тепличках довольно выгодно выращивать на ранних этапах. Кстати, когда мы прокачиваем дом до второго уровня, давайте, в принципе, это сделаем сейчас. Что нам? Сейчас деньги не особо важны. Просто в функции покажу, какие будут доступны. Твои животные заболели. Нам приходит уведомление. И если приходит такое уведомление, то нам нужно вызвать ветеринара. Он приедет и вылечит нашу коровку. Иногда они все болеют, иногда одна. В любом случае их нужно лечить. И у нас тут, кстати, сырнички, точнее, вредители появились. У нас нет ещё средства против вредителей, против насекомых. Его мы покупаем тоже, пойдём. Всё это дело пройдём. Так вот, когда мы покупаем обновление для дома, у нас появляется назначить управляющего для поля. Для любого это можно сделать. Соответственно, если мы назначаем сюда управляющего, например, в этой тепличке будет у нас Вероника. Нет, Пина Кирилловна у нас будет. Выбираем растение рассада красного перца. И она будет ухаживать за этой теплицей вообще без нашего участия. Соответственно, она будет брать с собой работников, чтобы удобрить это поле. Вот оно само выбралось, удобрение. Они его удобрят, потом они засеют и будут постоянно всё это убирать. И нам ещё Акулина Фомина какая-то надо доставить посылку. Но благо мы её нашли сразу же. Только можно на неё тыкнуть как-нибудь? Да, вот здесь можно её выбрать. А, иногда она, короче, хотела бы пройти подготовку по машинам. И тогда это обновление бесплатное. Также оно стоит, в принципе, денег. Когда их миллион, не шибко важно. Но бывает так, что хочется всё-таки на халяву всё это сделать. Так, друзья, идите это самое. Впрыскивайте мне вот это поле против насекомых. Давайте. Соответственно, можно назначить управляющих на это поле. И они будут полностью сами заботиться об этих полях. Если же это большое поле, то надо, чтобы была техника. Причём вся техника, которая требуется для этой уборки. И плюс, чтобы хватало людей полностью на работу. То есть нельзя двумя людьми, если два свободных человека, он не поедет это убирать. Ну, точнее, если это сад, например, грушевый. Там надо, чтобы много людей это собирало, даже на машинах. Вот видите, теперь она сама пошла садить. В принципе, сколько у нас тут радиус действия колодца. Колодец у нас затягивается. Можно не ставить сюда растительную систему. Они сами будут бегать, поливать, когда им это понадобится. Вот. Это освобождает нас от работы. Это, в принципе, хорошо. Можем про эту теплицу вообще, в принципе, забыть. Только постоянно продавать перец, когда нам это понадобится. Перец хорошо, кстати, стоит советую его выращивать. Давайте, в принципе, на поле тоже поставим какого-нибудь управляющего. Маленькое поле, пускай, например, Вероника Щукина у нас занимается этим полем. Пускай она сама собирает нам эту клубнику. Единственное, конечно, косяк в этом деле, это то, что, когда мы ставим кого-то управляющим на поле, он постоянно занят только на этом поле. То есть, его нельзя будет припахать на какие-то другие работы. И у нас твои животные готовы к котелу. Соответственно, наши коровки готовы размножаться. И мы можем вызвать ассиминатора. Стоит это примерно так же, как купить корову, но их может появиться здесь две. Ну и, разумеется, есть у нас функция автоматически его вызывать. Я ее специально не нажимал, чтобы показать вам, как это работает. Вот, соответственно, приезжает чувачок. Он сейчас, я не знаю, вдует этим коровкам. И, соответственно, вот у нас их стало пять. И, соответственно, пять коровок будут давать больше молочка, чем три коровки. И больше навозу, соответственно, наверное. Потому что пять голов срут немного больше, чем три головы. Ладно, это мы все отклонились от темы, что у нас происходит в тепличке. 67 дней у нас до уборки. Оно будет круглогодично все это делаться. Это такой, скажем так, будет пассивный доход, что ли. Хотя мы платим зарплату этим работникам. В любом случае, 8 дней у нас до клубнички. Ну, они сами ее соберут, в принципе. Деревья, кстати, немножко подросли уже. Быстро они растут, зараза. Ну, кстати, есть до хрена молока. И надо бы его продать, потому что срок годности у него на следующий день заканчивается. Надо успеть. 6 тысяч мы за него получаем. Давайте мы поставим все-таки, чтобы оно автоторговалось у нас. Здесь мы выбираем, что продавать. Вот давайте, пускай у нас клубника сама продается. У нас есть ее 59 килограмм. Частота продажи раз в неделю. То есть, оно раз в неделю приезжает машина и все у нас забирает. Вот, коровье молоко пускай тоже продается. Вот, и мы не будем обращать на это внимание. Оно будет само работать. У нас грибок на поле. Но сейчас, соответственно, сами они придут это опрыскивать. И, кстати, да, если не хватает чего-либо, они это сами все закажут и купят. То есть, семена, удобрения и так далее. Вот они сами собрали клубничку. 90 штук. И, соответственно, когда приедет машина забирать все товары, клубничка наша и продастся заодно. Так что поле с клубникой у нас полностью автоматизировано. Единственное, что еще раз говорю, есть косяк в том, что человек постоянно занят. Построить сразу несколько таких вот маленьких полей смысла не имеет. Это и полностью забить ответственными людьми и просто сидеть наблюдать. Поскольку зарплату мы будем тратить намного больше. Это дело у нас будет актуально то ли с теплицами, например, чтобы зимой не париться, то ли же с большими полями. Но с большими полями обязательно нужна техника для уборки, для посева и для всех прочих работ. И, друзья, мы видим, что у нас созрела наша пшеничка и наша рожь. Давайте начнем мы с уборки пшеницы. Два человека это будут делать вручную, пополняем. А здесь же мы будем делать это все дело на машинах. Соответственно, использовать у нас будет комбайн, жатка и трактор с телегой. Запускаем все это дело работать. Давайте поставим первую скорость. Посмотрим, во-первых, вот за этими. Они сначала все косят, потом они, грубо говоря, граблями просто волкают в солому и потом эту солому уносят. Вот на этом поле такая система, увы, не сработает, поскольку комбайн наш не умеет тюковать солому. И поэтому нам придется ее потом вручную убрать. Я специально не покупал прицеп для этого дела. Вот так он выходит, в принципе, работает. Ставим побольше скорость, чтобы не тянуть время. К комбайну такие вот аккуратненькие волки. Видите, комбайн аккуратнее убирает. Вот эти сейчас вышли с граблями и тюкуют все это дело. Не тюкуют, а волкают, да? Сгребают. Вот, соответственно, комбайн сейчас разгружается. Едет да убирает. И все будет у нас огонь. У вас нет подходящего склада для этих ресурсов. Чего у нас нет? А, сарая у нас для соломы нет. У них солому некуда девать. Куда бы его впихнуть-то? Давайте его поставим вот сюда. И проведем к нему дорогу, чтобы это более-менее адекватно смотрелось. Они, кстати, закончили. Раз им некуда складывать, они решили все это дело не тюковать. Где у нас вредители? Да, уберут там. Чего ты мне это самое? Может мне про тополе ничего не говорить? Они перестали ее тюковать. Соответственно, давайте мы еще наймем кучу работников, которые уехали у нас на завершение контракта. Они нам, в принципе, не очень сейчас нужны, но просто чтобы показать последние махинации, которые мы будем с вами делать. Соответственно, вот здесь вот тюковочка работает. Начинаем они, пускай, собирают. И здесь тюковку мы ставим вручную, пускай вот у нас до хрена людей это выходит и делают. Соответственно, как я уже говорил, чем больше поле, тем больше людей нам доступны для этого всего дела. Они это просто в мишки собирают и будут загружать в сарай. После того, как урожай собран, например, вот на этом поле, тут уже все собрано, можно опять вспахать это поле и засеять. Но сейчас смысла никакого в этом нет, потому что 23 августа, а до зимы уже не успеет ничего здесь вырасти. Поэтому это поле мы забрасываем на этот сезон, как и, в принципе, вот это. Теперь же мы можем продать всю пшеницу и рожь. Разумеется, из-за разницы в полях ее получилась. Большая разница в количестве. Рожь, пшеница можно, в принципе, их не продавать, и их будут жрать наши коровки. Правда, я не помню, едят ли они рожь. Давайте рожь продадим. Вот тысячу мы получаем с такого вот маленького поля за сезон. Разумеется, чтобы был хороший бизнес. Это можно было, во-первых, без техники вручную все делать, чтобы экономить денежку. Ну и, во-вторых, полей нужно несколько, или они должны быть большим размером. Соответственно, друзья, что еще есть в этой игре? Во-первых, есть курятники, в которых можно разводить кур. И тут утки, индейки, и еще какие-то птицы, гуси, наверное. Я, честно говоря, не шибко разбираюсь и не помню. Можно разводить кроликов. Правда, нужно пройти специальные курсы для этого дела. А, не, маленький кроличатник можно так сразу поставить. Вот, в небольшом сарае можно разводить коз и овец. Они дают, соответственно, там козье молоко, овечье молоко, овечки шерсть дают и так далее. Ну и свинюшек можно разводить. В принципе, все это дело куда-либо да пойдет. Ну и есть у нас дохрена всяких производств здесь. То есть молочный, который производит сыр, масло, козье сыр, овечье сыр и так далее. Есть цех, который замораживает ягодки. Это, кстати, довольно-таки выгодное дело. Есть пивоварня. Там по рецептам надо пиво варить. То есть сам выбираешь, какой рецепт, из чего он состоит. То есть какой солод, какой хмель. Соответственно, солод нужно сначала получить через мельницу. Мельница вот тоже есть. Она делает муку и солод. Причем различный. То есть там ячменный. Ячменный, светлый, темный. Там пилснеры, пшеничный какой-то. В общем-то, очень много всего. Ну и разумеется, муку он делает. Хранилище для силоса. Соответственно, там нанимаем человечка и он делает из травки силос. Или из соломы, или из сечки. Еще хотим. Там можно точно так же выстроить, в каких пропорциях он чем будет заниматься. И есть еще скотобойня. Соответственно, скотобойня мы получаем мяско. Тут вот курочки, свинки, утки, коровки и так далее. Ну и виноградник, в котором мы производим вино из DLC-шки. И есть все эти предприятия только... А, еще переработка соков есть. Короче, дохренище всего. Есть все эти предприятия еще и большие. Там, соответственно, работает намного больше людей. Туда надо по 5 человек сразу отправлять. Но они все это производят в больших объемах. У нас как раз вот созрела наша картошечка. Поэтому давайте-ка мы ее сейчас отправим выкопать. Кстати, на поле могут еще прилетать птицы и его погонить. И если ты их вовремя не прогонишь, то будет все очень плохо. Как-то они ее прям руками из земли выковыривают без лопаты. Я так, не знаю, на даче обычно лопатой ее копаю. Ну, я привык так. А они попроще все это дело собирают. У нас клубничка вот сама собралась как раз. Она еще потом сама продастся. Мы на это поле внимания не обращаем. Соответственно, картошечку они тоже собирают. И все будет огонь. Картошку надо будет пересаживать, разумеется. Потому что это у нас однолетнее растение. В общем, друзья, здесь можно замутить интересную карьерку. Или же пройти компанию. Кому как хочется. Пишите в комментариях. И еще раз говорю, будут, ребята, дохрена лайков. Больше, чем обычно. То будет карьера. А если не будет, то и, соответственно, не буду я тратить ваше время на просмотр. И свое, соответственно, на прохождение этой игры. С вами же был Никита Дилей. Подписывайтесь на канал, если вы еще это не сделали. Потому что много всего интересного. Как обычно, лосики, комментарии. Рассказывайте о канале друзьям. Всем всего доброго. Пока-пока.